Эта церковь первая в истории Амзи. Ее можно смело назвать даром свыше, потому что храм был построен в очень короткие сроки и уже готов к юбилейной дате поселка. Расул Сруров, как и многие православные верующие, в строительстве храма принимал непосредственное участие. И хотя сам проживает в городе, в Амзинскую церковь приезжает часто. Здесь храма, насколько я знаю, вообще не было еще. Вот Бог послал и так получилось, что место под храм было отведено. И по Божьему благословению здесь началась закладка фундамента и всего за 7 месяцев этот храм был подстроен. Многие считают это божественным чудом, сравнивают, как Бог за 7 дней создал землю, так вот за 7 месяцев этот храм здесь появился. Строительство началось в мае этого года и уже к концу 2012-го было завершено. Настоятелем церкви назначен отец Андрей. Сейчас он постоянно приезжает из Нефтекамска, чтобы проводить службу. И у церковнослужителей уже есть планы на будущее. До последнего дня освящения можно было это видеть. Господь тут помогал очень сильно нам. Ну и думаем, что и не лишимся этой милости. Будем строить собор с весны, семикупольный. Планируется у нас здесь и строительство воскресной школы, и трапезной, и дом священника. Ну и основной храм, конечно, самое главное. Православные жители Амзи очень рады этому событию. У них наконец появилось место, где они могут не только пообщаться друг с другом, но и провести время в молитвах. А до того, как открылся храм, православные верующие вынуждены были собираться на квартире одной из жителей с поселком. Сначала мы собирались у меня на квартире. Ну хорошо, квартира позволяет. Вот, там приходили, молились. А потом потихоньку, потихоньку пошло дело дальше. Потом на вокзале вот открыли молильную комнату. Сейчас открылась у нас воскресная школа для детей. Дети очень довольны. А теперь вот сюда перешли. Мы все очень рады, что мы сейчас здесь находимся. Таким образом, благодаря неравнодушным жителям Амзи и верующим, храм был воздвигнут в кратчайшие сроки. Церковь освящена в честь святой великомученицы Варвары. Ксения Зайцева, Фанзир Фазалдинов, информационная программа «Ежедневник».